Здравствуйте! Вы смотрите информационный выпуск программы «События». В студии работает Юлия Паржон. Кожный год у третью неделю листопада веншавание с профессийным святом прымают работники сельской господарки и перепроцовщей промысловости. В районном центре культуры отбылось урочистое мероприемство, на яким заслуженные узнагороды отрымали лепшие работники агропромыслового комплексу Смаргонщины. Пашанова, працевники земли Смаргонской. Районное свято под такой назвой пройшло у минулую суботу у центры культуры. Ни одна урочистость агрария у нее выходится без духмяного каравая – символа добробыту, богатти и упэўненности у завтрашнім дні. Караваи, выпеченые з зерня ураджаю 2021 года, спашаны уручылі прадстаўнікам районной улады і керувнікам сельска господарчых прадприемства у района. Са словами падякі і веншавання да ўсіх присутных звернуўся старшыня Смаргонскага районнага савета депутатов Сергей Кудзінчук. Любовь к земле и уважение к христианскому труду являются ценностями беларусов, той основой, благодаря которой сохранился беларуский народ, наша культура и духовность. От успехов агрария до работи госперерабатывающей промышленности по многому зависит динамичное развеўчие Смаргонского региона, благополучие наших земляков. Жылаю вам крепкого здоровья на долгие годы, счастья и благополучия, бодрости и энергии, новых успехов во всех делах и добрых начинаниях. Перший наместник старшыни Смаргонскага райвы Канкама, начальник управлении сельской господарки и харчавання Сергея Мядзвецкас подвёл выники сельска господарчага года. На двор ёў гэтым сезоні не раз проверыла керувнікоў и специалистов, працеўнікоў палёў и ферм на веданне технологічных процесаў вытворчасті, на уменні оперативно удосконалювать організаційные падыходы, адзначыў Сергеў Тадэвушавич. Жылаю хорошей погоды, высоких урожаев, крепкого здоровья, достатка и мира вам и вашим семям. Не глядячи на тяжкості, усе сельска господарчае предприемства Смаргонскага района паспяхово справіліся с задачами, які стояли перад гіми. Этот год у нас в хозяйстве Сеньки сложился неплохо, по сравнению с прошлым немножко хуже по зерновым, как и везде по республике, наверное, прошло. Но, между тем, заготовили все корма, которые нам нужны по силосу, по сенажу, всё животноводство обеспечили в полном объёме, даже с плюсом к прошлому году. По зерну немножко не добрали, но на животноводство хватай. У сельской господарце ёс шмат людей, які пресвятили професії не один год, і як ніхто інші ведаў, що такое праца адвидна да видна. Работаю на тракторе «Джан-Зир» і також на комбайне «Джан-Зир». Ну, сею, пашу, убираю. Вот, закончу уборку пасівную, сел на комбайне, убирал кукурузу на зерно. Шаст, снова на трактор, пахата. Привыкши до работы, мусяш работать. Амкадор 352-е, заготовка кормов на ямах. Бурты, ямы, гэта, ўсё за мной. А летам ж нього начынаецца на комбайне. Канешна, нелёгкі труд. С утра до ночы буваю, що і 10, і 12, і 14 часов уборка. А цямна да цямна. Мы привыкши до этой работы. Мы люди дзервенскі. Трудності нас не буваець. Працаваць ў сельскай господарцы, значыць аддаваць зямліць апло своїх рук. Каб досягнуць поспіхаў, треба любіць справу, якой займаешся. І укладываць ў яє душу і талінт. Такіх людзей ў нашым районі немала. Смаргонщына імі га нарыцца. Хазяйство, я работаю ўже 24 года. Всё вручной у нас почти. Ну, тяжёлый труд. Он і є тяжёлый труд на сельском хазяйстве. Для того, чтобы получать такие результаты, что нужно прежде всего? Главное – здоров'я. І любить свою роботу, конечно, да. Упорство. Молодёжі премьер подавать. Приглашають нас каждый год. Поздравляють, нам приятно. Будем дальше, как говориться, к этому идти. В этом филиале я работаю 7 лет. Работа сложная. Вам не хотілося поменять? Молодая житчина ещё совсем. Ну, сложная, но мне пока нравится. Я не гоню за наградами, просто стараюсь. Лепшые працевники агропрамыслового комплексу на святе отрымали заслуженные узнагороды. Былі отзначены господарки, які перемогли ў спаборництве по передах сельско-господарчих работ. Словы падякі прагучали ў адрес переможців ў номінацій «Лепші по професії». У нашым районі існує добрая традиція. Уручэнне лепшым господаркам пераходных прызоў былых старшынь Калгасаў, Пятра Михайловича Корнея, ў Галіне Расліноводства, і Михаіла Міновича Крутаўцова, ў Галіне Жывёла Гадоулі. У гэтым годзе дзве узнагороды отрымала коммунальнае сельско-господарчае унітарнае предприємства «Аграсолы». Гэта вынік зладжанай працы ўсяго коліктыву. Адначыла намеснік дыректора Пажывёла Гадоулі Вікторія Клемята. В Солах я работаю ўже 35 лет. Очынь лягко работаць мне сечас с Ольгой Ивановной Лукьяненко. А вы знаеце, што такое зоинженеру или руководзіцелю жывудноводства? Работаць с руководзіцелем, который полностью вникаец в это жывудноводство, стараецца, што б было кормоў, што б были корма качественные. Подбирает она специалистов хороших, грамотных, и потому мы и блестим. Хотелось мне в сельском хозяйстве работать, потому что раньше, когда я жила в деревне, ну как-то мы другие профессии не уникали. Мама раздаевала первотелок, сестра работала дояркой. Ну и я думаю, что мне ж надо здесь. Поздравляю всех, желаю основное здоровья. Вот буди здоровья, буди богатства. Ну и, конечно, чтоб всех было то, что они сами себе желают. И чтоб их возможности совпадали с их желаниями. Со святочной сцены не раз прогучали слова подяки рупливым господарам земли. Процевники вёски отрымали узнагороды и подарунки ад районного совета депутатов, беларусского профсоюза работников агропромыслового комплексу, громадских объединаннів «Белая Русь» и Беларуский республиканский союз молодзі, а так само от предприємства «Смаргонские молочные продукты». Святочный настрой на мероприємстве створили талиновитые артысты районного центра культуры и гости з Мінска. Як вядома, деці ваусім беруть прыклад з батькоў. Часто отрымліваецца так, што і ў професії працягваюць справу батькіць і маті. Так адбылося ў сям'ї Мячковскіх, з якой нам пасчастіла познайоміцца на пярыды дні професійного свята работніка ў сельской господаркі. Іван Мячковскі з дятінства любі ёззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззз Работаю я с 1987 года, потом уволился был и опять пришел. Где-то уже на ферме работаю 7 лет. Отец работал механизатором, мать бригадиркой работала. И вот я пойду к трактористам со школы, в школе отучился на УПК механизатором и остался здесь. Пришел с армии, до армии год отработал, пришел с армии и остался здесь. 6 часов на работу. Там едем, кормим коров, типа скотину. Я загружаю там корма, он раздает. Ну, я в свободное время от кормов этот погрузки. Там навоз выталкиваю, ну, солому, постелку. Ну, на ферме там такая работа. У працовным стаже механизатора Ивана Мячковского был невеликий перапынок. Калейон працава у лясництве, а летяга до техники перемогла. Иван Владимирович вернулся у сельскую господарку и до этого часу працую на молочно-товарном комплексе «Сосновка». У Ивана Мячковского цудовная семья. Две дачки отрымали высшейшую адукацию, але не звязали свое життя с сельской господаркой. А вот жонка Наталья Альфонсовна так само працую у филияли жодишки с Маргонска о комбинатах хлебопродуктов. Батьки Ивана Мячковского все життя присвятили сельской господарцы. У Владимира Антоновича Часлава Францевна не раз узнагороджувалися орденами и медалями за добросумленную працу. 41 год и 9 месяцев проработала в колхозе. Родились тут на месте, в городинетах. У семьи тоже трудягов. Татуся работала ковалем, а мама из виннявой, из винаркой, в общем, в полеводстве. В школе я училась добро. Четыре-пять у меня были. Хотела пошли в школу, с семь классов кончила. Тут школа была наша. С семь классов кончила, хотела поступить на ветврача у Гущев. Чому я так выбрала? Но мама меня не пустила. Тогда пошла в колхоз. Рабила, в общем, с семь классов кончила, сразу пошла в колхоз. Мама же виннявая была, а я тоже лен рвала, и тропала, и мяла на таким пылищи. А тогда освободилось место конторы, а был председатель у нас Шаучук Виктор Григорьевич. И меня взяли учетчиком у колхоз, у бухгалтеры. И прорабила я там до 75-го года. А в 75-м меня поставили заведующим участком производственным. Кончил школу, робил прицепчиком, первые были такие. Потом, ну, он выучился за тракториста и робил до армии колхоза. Даже премию дали перед армией в районе. А потом пошел в армию в три года. Отслужил, вернулся старшим сержантом. И пошел до председателя, как бы дал справку. Ну, не хотел колхоза, как бы не робить. И он не дал мне, полетел документы. А у меня там с армии пришли документы, что я кандидатом партии был в армии. И нарушение никаких, только благодарность. И не пустил. И сказал, после нового года придет трактор новый, да, мы будем забыть. Повеншовать с профессийным святом Владимира Ичаслава Мячковских приехали старшиня районного объединения профсоюза у Викентий Найдич и старшиня районной организации Белорусского профсоюза работников агропромыслового комплекса Виталий Ивашко. Семьи Мячковских 55 год. У житті у Владимира Антоновича и Чаславы Францевны было немало тяжкостей, с якими они зауседы справлялись разом. И сегодня, находячися на заслуженном отпочинку, они застаются життерадостными и бадерами. Смаргонская земля, богатая на людей, память про яких навод пасля их смерти долго будет жить у людских сердцах. Таким был вядомый белорусский дипломат, письменник, перокладчик и публицист Уладимир Часны. Нашого славутого земляка, гонорового грамадянина Смаргони Уладимира Часнага не стало у листопаде минулого года. У музея сядиби Агинского у Залесси отбылась вечары на памяти, присвеченная годовине смерти дипломата. Место было выбрано не выпадково. Миновита Уладимир Рыгорович зарабил першые кроки у складанной справе рестаурации былого майонтка Михаила Клеофаса Агинского. Уладимир Рыгорович народился у Смаргони, скончил середнюю школу номер 2, а затем Минский пединститут замежных мол. Займал посаду супрацовника службы русских письмовых перокладов Сакратарията Организации Объединенных Наций у Нью-Йорку. Был членом коллеги Министерства замежных справ Беларуси, поверенным у справах Республики Беларусь у Литве, надзвычайным полномоцным послом Беларуси у Великобритании и у Ирланды, старшинёй Национальной комиссии по справах ЮНЕСКО. У мероприемстве, присвеченным памяти Уладимира Счастныха, приняла удел надзвычайный полномоцный посол Аустрии у Республики Беларусь Алаизия Вергетер. Яна поделилась успоминами про Владимира Рыгоровича. Мы познакомились, потому что мы готовились к австрийскому балу в Минске. И он услышал об этом и помог нам познакомиться с культурой беларуского танца и беларуской культурой. И сказал, рассказал нам о связи австрийской и беларуской культуры танца и балу. Он, конечно, шёл очень быстро. Мы только начали наше сотрудничество и начали узнавать и смотреть, что мы можем сделать. Его можно назвать настоящей ходячей энциклопедией беларуской культуры и беларуской истории. И он мог на карте показать культурные места, которые важны не только с точки зрения беларуской культуры, но и связи их с австрийской культурой. В 2003 году по инициативе Владимира Рыгоровича у Залесси отбылась Международная конференция «Гисторичные сядьбы. Станы перспективы». Он стал инициатором подрыхтовки при допомозе ЮНЕСКО документов на рестаурацию блог майонтка Михаила Клеофаса Агинского. Дякуючи дипломату, музей отрымал копию архива композитора из Москвы. И это далеко не всё, что зарабил Владимир Счасный для одновления музея сядьбы имя Агинского у Залесси. Владимир Рыгорович заусюду бачил на крок наперед. И он заусюду бачил перспективы. И когда в 2003 году тут в этой занятбалой сядьбе проходила конференция для нас, для местных жителей, это был некий жар, до нас приедут поваженные люди, а что ж мы покажем, у нас ничего тут нет. Но он бачил этот крок наперед. Он бачил, что нужно начинать именно с этого. Когда мы с ним познакомились, он казался для меня человеком такой, с великой литрой, такой недосягальной высотой. Але стосунки с ним были вельми простые. Потому что вельми редко падается убачить людей, которые так шмат досягнули чагу жити, але при этом оставались такими степлыми людьми. Ему было приемно, что-то сделать для людей. Он вельми шмат рабил просто так, а досягу сердца. Он дялился не только своим опытом, своим разумением того, как сделать лепь, а просто набывал некие экспонаты для музея и передавал их просто так, без грошей, без выплат. Дякуючу ему в музее есть мемуары Агинска, оригинальные мемуары, выданные про житие Агинска. Он знайшов их, вот эти паперовые, неразрезанные сторонки. И они сегодня утворяют, я лечусь, что ядро экспозиции. И он заусюда звертался додому. Я го цягнулась сюда. Ему хотелось быть тут, ему хотелось быть побачными людьми. Ему хотелось что-то покинуть после себя. Он вельми спешался жить. И он спешался творить что-то доброе для нашего города. Я лечусь, что этот человек – соправданный гоноровый гражданин Сморгонского района. Потому что пройдусь годы, а то, что он зарабил для культуры Сморгонского района, мы завсюду будем памятать. Уклад у Владимира Рыгоровича в развитие садибы Михаила Клеофаса Агинского тяжко переоценить, отзначила директор музея Людмила Градицкая. У каждой части садибы есть некий совет, некая парада, некий подарочек. Николи не приехал до нас в гости, не принес нам подарочек, музею подарочек привозил. Подарочек привозил и нам. Особенно такие некие маленькие циковые подарочек, но он запомнится всю жизнь. Поэтому можно рассказать очень долго, и не только рассказать, и показывать вам, какие подарки, и что находится в музее с допомогой Владимира Рыгоровича. Удельники мероприемства могли побачить особистые речи Владимира Счасного, которые заховываются в музее Михаила Клеофаса Агинского. Это мебли, узнагороды, книги, фотосдымки. У День памяти у Владимира Рыгоровича отбылось открытие выставы «Беларусь на географичных картах 16-19-го астагодзиу». Экспонаты выставы – подарунок дипломата музею. Завершается работа по подготовке изменений в главный закон страны. Вскоре проект обновленной Конституции будет представлен для общественного обсуждения. Алгоритм подготовки изменений в Конституцию был озвучен главой государства 4 августа прошлого 2020 года. Когда он обратился в ходе его обращения к парламенту и народу Беларуси. Собственно, там пошла речь о том, что мы будем изучать широкое мнение, вернее, мнение широких слов общественности по необходимости изменений в Конституции. Затем мы этот вопрос будем обсуждать на Всебелорусском народном собрании в феврале 2021 года. И далее мы будем выносить на всенародное обсуждение сам проект изменений. И завершится этот процесс референдумом, которым народ Беларуси должен сказать свое одобрение. Или наоборот сказать неодобрение. И, как это принято в законотворчестве, мнение, высказанное народом на референдуме, они будут оформлены в виде закона, который будет в свою очередь принимать парламент. Так вот мы сейчас с вами находимся в этом алгоритме накануне всенародного обсуждения проекта, который состоится в начале декабря. Референдум в соответствии с избирательным кодексом не требует столько времени, как требует, допустим, подготовка выборов президентских, парламентских или местные советы. 30 дней по закону требуется для того, чтобы подготовить референдум. Таким образом, мы выходим на конец января месяца, когда состоится указ президента о назначении референдума. Это его компетенция, это его полномочия. Ну и таким образом референдум через 30 дней подготовки в конце февраля он и состоится, когда люди смогут прийти на избирательные участки и ответить на вопрос. А вопрос будет один. Поддерживаете ли вы изменения в Конституции, которые предлагаются? Что касается изменений в Конституции. Опять же, в соответствии с заявленным алгоритмом, о котором мы говорили, до 1 августа по первоначальному замыслу должны были быть представлены главе государства и предложения, как итог работы Конституционной комиссии, которая была создана в марте, 15 марта указом президента. И вот во второй половине июля, собственно говоря, предложения легли на стол президента, и более того, они были отдельными членами Конституционной комиссии, выложены в интернет. И на сегодняшний день они находятся в свободном доступе. Но это не является итоговым документом, поскольку работа еще продолжается, как мы уже говорили, и по сегодняшний день. Но по моей оценке, это процентов 80, может быть, больше. Те изменения, которые уже стали доступны в интернете, они будут сохранены и в предстоящих. Но окончательно редакцию этих изменений, вот этих предложений по изменению Конституции мы увидим, когда уже официально будет опубликован в прессе этот документ. Ну, по крайней мере, в последнее время обсуждались или подвергались доработке, шлифовке позиций, которые касались Всебелорусского народного собрания, порядкового формирования, распределению полномочий между собранием и главой государства, и другими органами власти. Но, опять же, вопрос сохранения либо отказа от смертной казни. Ну, а в остальной, в своей массе, предложения остаются прежними. В Сморгонском районе установилась относительно комфортная и спокойная для конца ноября погода. Но, к сожалению, этот период заканчивается. В ближайшие дни погода значительно испортится, так как на территорию Сморгонского района с юга и запада начнут смещаться циклоны и их фронтальные разделы. В субботу, 27 ноября, погоду будет определять достаточно активный южный циклон, центр которого с территории Польши будет смещаться на наш район. Ожидаются продолжительные осадки. Ночью снег, мокрый снег, днем переходящий в дождь. В ночные и утренние часы осадки могут быть сильными. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Температура воздуха ночью 0,1, днем 2,4. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, умеренный, к вечеру порывистый. В воскресенье 28 ноября ночью и утром под влиянием поля повышенного атмосферного давления осадков не ожидается. Температура воздуха в ночные часы около нуля. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Днем температура воздуха повысится до 1,3 градусов тепла. Во второй половине дня под влиянием очередного южного циклона с центром над Польшей на территории Сморгонского района начнутся осадки. К вечеру они будут преимущественно в виде дождя. Ветер юго-восточный, слабый до умеренного. В понедельник 29 ноября центр циклона сместится на Литву. В ночные часы под влиянием фронтального раздела этого циклона пройдут дожди, но при этом будет очень теплая ночь. Столбики термометров покажут от 3 до 5 градусов тепла. Днем температура понизится. Будет плюс 1, плюс 3. К вечеру ожидается мокрый снег. Юго-восточный ветер сменится на юго-западный. Порывы могут достигать 14 метров в секунду. Во вторник 30 ноября территория Сморгонского района окажется в тыловой части циклона, центр которого будет находиться над Карелией. Начнут поступать холодная и неустойчивая воздушная масса со Скандинавии. Погода ожидается зимняя. В течение суток температура воздуха будет 0,2. Временами пройдет снег, ожидается метель. Дороги будут очень скользкие. Порывы западного ветра усилятся до 15-20 метров в секунду. По предварительному прогнозу до конца следующей недели сохранится очень неустойчивая погода, но она уже будет иметь зимний характер. Ожидаются снегопады и гололедица. На этом наш выпуск завершен. Мы прощаемся с вами. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok